Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Целитель здесь! И Его имя Иисус! Аллилуйя! О, слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Это день значительных и необычных чудес, знамений и удивительного исцеления искалеченных. Слава Господу! Так я услышал от Господа. Аминь. Я спросил у Глории, могу ли я сегодня провести школу исцеления? И она сказала, да! Аминь! Итак, слава Богу! Но Господь положил мне сегодня на сердце нечто особенное. Поэтому я хочу, чтобы вы пожали руку нескольких человек и сказали, сегодня день моего чуда. Я принимаю это. Слава Богу! Я принимаю это. Я это беру. Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Господь! Спасибо! Прежде чем мы сегодня утром перейдем к слову, я хочу показать вам картинку. Возможно, вы ее уже видели. Я был в Ханаанской земле, Нигерия. Это пригород Лагоса в Нигерии. И я там был с епископом Дэвидом Оедепо в мае 2016 года. Там мы проводили конференцию для служителей, на которой присутствовало 9 или 10 тысяч проповедников. Слава Богу! Их церковь вмещает 50 тысяч человек. А затем в воскресенье он провел 4 служения, а я проповедовал только на двух из них. В то утро я проповедовал 100 тысячам человек, а затем пастор заканчивал служение. Всего пару недель назад мне позвонил епископ Оедепо. У него родился внук. Его дочь с зятем живут в этой области, а он живет здесь, в этой области. И он поехал увидеть своего нового внука. И он позвонил мне и сказал, «Я хочу навестить тебя, пока я тут». Я сказал, «Хорошо». Так что он прилетел. Он сказал, «Это движение и излияние умножилось, пока ты был тут». Я был там в мае 2016 года. А потом они приехали сюда. Это в ноябре. Это была первая неделя октября. И он сказал, «С того времени, как ты тут был, к нам в церковь влилось больше 130 тысяч человек». И он сказал, «Нам приходится проводить по пять служений в воскресенье». Слава Богу. И он сказал, «Можешь себе представить нагрузку на пасторов? Когда ты ведешь 200 тысяч человек, ты очень занят». И он также рассказал, что один из пасторов много лет назад получил огнестрельное ранение в локоть. Они сделали операцию по замене локтя, как делают с коленом или бедром. Но с того времени у него были постоянные боли. Короче, он долго страдал. И к нему пришло слово от Господа, который ему сказал, «Сейчас иди домой и ложись в постель. Поспи. Ты работаешь для меня». «Сегодня ночью я поработаю для тебя. Аминь». Картинку еще показывают? Хорошо. Вот она. На следующее утро тот человек проснулся, и рядом с ним на постели лежит его локтевой сустав. Никакого шрама, никакой крови. У него появился совершенно новый локоть. Посмотрите. С левой стороны место, где доктор вставил... С левой стороны место, где доктор вставил искусственную кость, чтобы его естественная кость могла прикрепиться и расти. И вот она. И это легко проверить, потому что есть все серийные номера вверху на плоской части. Вот серийный номер врача, серийный номер той части и так далее. Разве это не прекрасно? Аллилуйя. Я сказал, «Разве это не прекрасно?» Аллилуйя. Это пример исцеления искалеченного. Помните, к Иисусу приводили коллег, и Он исцелял их. Это означает, что эти люди родились без конечностей, или глаз, или еще чего-то, что у них что-то было повреждено. Коллега. И согласно Матфею, это категория людей. Аллилуйя. Я ожидаю. Бог вложил это в мое сердце уже больше года назад. Я ожидаю это сегодня по всему миру, повсюду, где это наблюдается. Я ожидаю этого в этом зале. Трейси, подойди сюда. Стой тут, рядом со мной. Да, Сэр. Ты можешь говорить в мой микрофон? Я хочу, чтобы ты рассказал о зубах. У нас было несколько таких случаев в течение нескольких лет. Но недавно мы как раз приехали из Аутербэнкс, и на том собрании было ряд чудес. К нам подошла одна женщина, и она сказала, «Посмотрите на это». И она тянула назад щеку. Ей было за 50. В молодости она была алкоголичкой, и все ее зубы были сгнившими. Их не было. Их давно не было. Она не могла жевать мясо и другую пищу. Бог восстановил ее и дал ей совершенно новые зубы. Слава Богу! Да. Аллилуйя. Да, это калека. Да, она была калека. Это калека. Вот о чем я говорю. Да, аминь. Это происходит здесь, прямо сейчас. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь Иисус. О, да, 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 да. Аллилуйя. Слава Богу! Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь Иисус. Вера начинается, когда известна воля Божья. Если вы не вполне уверены, какова воля Божья относительно определенной вещи, тогда сама природа веры... Позвольте, я немного отступлю. Вера — это духовная сила. Она исходит из рожденного свыше человеческого духа. Сила Божья остается в бездействии, пока она не будет востребована. Теперь сила, исцеляющая сила Бога, чудотворная сила Бога и прощающая сила Бога — это одна и та же сила. Вот почему это так важно. Очень важно заботиться о прощении других. Вам не нужно чувствовать себя лучше от этого. Вам просто нужно быть послушным. Чувство изменится. Это просто симптомы. Прощение это решение и акт послушания. Я прощаю их, потому что являюсь солдатом Господней армии. Мне приказано так делать. И сегодня это делается. Сегодня они прощены. И конец. Сегодня они прощены, и я не держу этого в своем сердце. Духовная сила веры, обитающая в возрожденном человеческом духе, будучи высвобождена, связывается с исцеляющей силой Духа Святого. И тогда исцеляющая сила течет. Духовная сила веры, обитающая в возрожденном человеческом духе, будучи высвобождена, связывается с исцеляющей силой Духа Святого. И тогда исцеляющая сила течет. Но сейчас эта духовная сила не движется. Сила веры, находящаяся в вашем духе, не движется без твердого решения и действия. Она высвобождается через уста и через соответствующее действие. Я немного забегаю вперед или... Нет, нет. Я догоняюсь здесь Бога. Вот что я делаю. Аминь. Давайте я сейчас процитирую вам Марк 11, 24. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Будет вам. Будет. Бог дал свое слово. Аминь. Если у вас есть хоть тень сомнения, принадлежит вам это или нет, то когда вы верите, что получите слово... Слово «верить» — это слово «действие». Это не пассивное слово. Верьте, что получите. Получать не пассивное слово — это действие. Позвольте, я приведу иллюстрацию. Вы в театре. И кто-то приходит и говорит, в театре пожар. Все, кто этому поверит, встанут и уйдут. Все глупцы останутся сидеть, пока не почувствуют запах дыма. Это случилось в Нью-Йорк-Сити несколько лет назад. Это реально случилось. Люди думали, что это часть спектакля. Они не чувствовали запаха дыма и оставались слишком долго, чтобы выбраться оттуда. Парень прыгал и кричал, «Поднимайтесь, выбирайтесь отсюда». А они там сидели, пока не начали чувствовать запах дыма, и в тот вечер там погибло больше тысячи людей. И люди умирают в подобной ситуации много лет, потому что ничего не чувствуют и не видят. Когда вы знаете и знаете, что вы знаете, тогда вы знаете, что вы знаете, что вы знаете, что это принадлежит мне. Это мое. И я верю, что получаю это. Я сейчас сам это принимаю. Когда вы начинаете так делать, начинаете исповедовать это, именно тогда приходит вера и начинает двигаться. Вера начинает двигаться, и благодать приходит в действие. Что происходит, когда благодать приходит в действие? Тогда начинает течь сила. Аллилуйя! Я это уже сделал. Я своей проповедью себя сделал счастливым. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь! Спасибо, спасибо! Давайте теперь посмотрим Луки, пятую главу. Если вы сегодня не взяли с собой Библию, смотрите с кем-то еще. Очень важно, чтобы вы видели это своими глазами. Луки, пятая глава, и начнем читать с 12 стиха. Вы помните, что Лука был врачом. И существует разница между тем, как Матфей, Марк и Иоанн рассказывали, и как Лука рассказывает Евангелие, и Деяния апостолов. Это одно произведение. Было бы полезно, если бы вы когда-нибудь взяли Евангелие от Луки и книгу Деяний апостолов, поставили бы их рядом и читали бы как один документ, потому что Лука писал подробно. Он это сказал, фактически заявил об этом в книге Деяний. Он опрашивал людей. Он исследовал ситуацию. Он говорил с каждым, кого мог найти. В результате он собрал много информации, особенно о немощах и болезнях, потому что он был врачом. Понимаете? Когда Иисус был в одном городе, пришел человек, посмотрите, весь в проказе. Все из них пишут прокаженный, а Лука говорит, что этот человек был весь в проказе. Эта болезнь зашла слишком далеко. Еще шаг и смерть. Он на такой стадии. Он весь в проказе. И, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря, Господи, это хорошее начало, «Господи, если хочешь, как еще можно это сказать, если хочешь, можешь меня очистить, вы слишком далеко находитесь». Далеко. «Если хочешь, можешь». У него не было проблемы с верой в то, что Иисус имел силу, имел власть, потому что Он признавал Его власть, поскольку Он спрашивает Его о Его желании. Прокаженный сказал, «Если хочешь, я знаю, что ты можешь. Если хочешь». Вы знаете, что сегодня миллионы людей находятся в подобном положении. Я говорю о христианах, знающих, что Бог исцеляет. Они не ставят под вопрос тот факт, что у Него есть сила это сделать, что Он может это сделать, и что Он сегодня это делает. Но сделает ли Он это для меня? Иисус Христос из Назарета. Вчера и и сегодня и вовеки тот же. «Поэтому как Он тут говорит, должно решить вопрос, правильно? Но прежде чем Иисус Ему ответил, Он простер руку и коснулся Его. И в Своем Духе «Я это вижу». Я вижу это глазами моего разума. Когда Иисус Его коснулся, тот человек стоит и говорит, «Хочу». Аллилуйя. «Хочу». В одном из переводов сказано «Конечно хочу». «Хочу». 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 Спасибо тебе. Аллилуйя. Целитель в этом зале и Его имя Иисус. О, слава тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Сегодня Господь положил у меня на сердце нечто особенное. Поэтому я хочу, что вы пожали руку у нескольких человек и сказали, что сегодня день моего чуда. Слава Богу. Я принимаю это. Я принимаю это. Я это беру. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, Иисус. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Небесный Отец. Мы прославляем и благословляем тебя этим утром. Да будет слава Богу. Слава Богу. Давайте посмотрим Луки, пятую главу. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек, посмотрите, весь в проказе. Все апостолы пишут прокажены, а Лука говорит, что этот человек был весь в проказе. Эта болезнь продвинулась так далеко, как только можно. И еще шаг и смерть. Он на такой стадии, весь в проказе. И, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря, «Господи». Это хорошее начало. «Господи, если хочешь, как еще можно это сказать, если хочешь, можешь меня очистить. Вы слишком далеко находитесь. если хочешь, можешь». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу очистить». «Хочу очистить». Таким образом, мы установили из уст Иисуса, что это Божья воля исцелять. «Хочу очистить». понимание на то, сколько раз упоминается вера. «Хочу очистить». «Хочу очистить». «Хочу очистить». «Хочу очистить». Иисус даже не знал, что она там находится, что эта женщина рядом. Иисус идет с Иаиром, чья вера побудила его идти к нему в дом, вследствие того, что он ему рассказал. Но когда она сказала, и то, что она сказала, и то, что она сделала, активировала силу Бога. Иисус не сказал ей, «Дочь, мое помазание сделало тебя здоровой». Иисус сказал, «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня». И мы знаем, поскольку изучали, что помазание Божие – это снимающее бремя и разрушающее Иермо сила Божья. И мы знаем, что так и было. Слово, переведенное как «сила», на греческом звучит «дюнамис». Аминь. Сила, дюнамис, сила исцеляющая, вытекала из Него. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. Исцеляющей, чудотворной силой, силой прощения. И она вытекала. Но не Он спровоцировал это, она это сделала. Но Иисус не сказал, «Сила моего помазания исцелила тебя». Нет. Он сказал, «Вера твоя спасла тебя или сделала тебя целостной». И пока я говорю о ней и о нем, и о его отношениях с женщиной с кровотечением, который теперь уже без кровотечения, я хочу обратить внимание еще кое на что. Аминь. Возможно, сегодня утром мы позже рассмотрим это, а если не получится, тогда вечером. Но я хотел, чтобы вы это увидели. Фактически, давайте обратимся к пятой главе Марка. Я хочу, чтобы вы увидели это своими глазами. Сегодня это особенно важно. 34 стих. Он же сказал ей, «Черь, вера твоя». Подождите, вернемся назад. «Черь, дочь?» «Дочь?» «Чья она дочь?» Подождите минуту, прежде чем вы вскочите и что-то скажете. Послушайте. Послушайте свой дух. Послушайте Духа Святого. Кто-то это сказал. Дочь Авраама. Помните, когда он исцелил другую женщину, Иисус сказал, «Сию же дочь Авраамову!» Не надлежало ли освободить от ус сих? Если вы дочь Авраама, сына Авраама, вы должны быть исцелены. Вы должны быть здоровы. Это принадлежит вам по завету. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники. Для нас с вами это очень важно. «Черь, скажите это. Я должен быть исцеленным. Я должен быть здоровым все время. Это есть в моем завете. И пока вы тут, я отказываюсь от чего-либо другого. Я должен процветать. «Черь, вера твоя спасла тебя». То есть сделала целостной. Она сказала, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. Сейчас оставайтесь со мной». Исцеление – это только часть целостности. Много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла в еще худшее состояние. Дошло до того, что у нее больше не было денег. Здесь на греческом употребляется слово, означающее повторяющуюся болезнь. Она грызет вас. Она возвращается. Вам кажется, что ваше дело лучше, а она приходит снова. Так было и с ее кровотечением. И не только это. Теперь она еще физически травмирована врачами. Ее состояние постоянно ухудшается. Я предполагаю, у меня такое чувство, когда я читаю, складывается такое впечатление, что эта женщина не могла прожить долго. Это продолжается уже 12 лет. Она не смогла бы долго протянуть. Если что-то не произойдет, она умрет. И она умрет разоренная, и умрет несчастная. Поэтому слово «целостный» такое значительное. Вы это понимаете, правда? Тут речь идет о важных вопросах. У нее на уме больше, чем просто остановить кровотечение. Ей нужно исцеление. Нужно стать целостной. Она сказала это с верой. Она постановила это еще до того, как вышла из своей комнаты и коснулась его одежды. Она вышла, чтобы коснуться одежды. Обратите внимание еще раз. «Черь» — это очень важное слово. Потому что это говорит у семени Авраама. «Вера твоя» — это важно. Потому что мы рожденные свыше люди. У нас есть вера. «Вера твоя спасла тебя». «Сделала целостной» — слава Богу. Тотчас ее финансовые агенты взяли за работу. Тотчас все началось меняться. Тотчас все началось меняться и происходить вокруг нее. И все стало другим. Двенадцатилетняя проблема решена. Но послушайте это. «Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Пока это не звучит для вас таким уж важным, как будет через несколько секунд. «Иди в мире». Знаете, что он ей сказал? «Шалом». Когда все на месте, ничто не сломано. Знаете, что еще означает слово «шалом»? «Мы одно целое». «Аминь». «Аминь». «Слава Богу». Вы слышите, что он говорит этой женщине? «Слава Богу». Он говорит ей «Шалом, черь». «Теперь иди в шаломе». «Аллилуйя». Сейчас в церкви настало время восклицать. Сейчас в церкви настало время восклицать. Один мой друг, он стал им не так давно. Наш с Глорией хороший друг. Когда он был подростком, примерно 18 лет, он погиб в автомобильной аварии. Большой полуприцеп наехал на него и его убило. А сестру не убило. Она кричала и молилась в духе и, наконец, пришла помощь. Но Гэри был мертв. Пока он был мертв, он, конечно, взошел на небо и провел там некоторое время. Его объявили мертвым. Он сказал, что пока он там был, одной из вещей, которую ему показали, была комната с частями тела. Его водил его друг, который незадолго перед этим ушел к Господу и все ему там показывал. И он привел его в комнату с частями тела. Он сказал, что это было огромное помещение. Фактически, мы говорили с Гэри об этом неделю назад, когда были в служении молитвенная гора с Билибрим. И Гэри тоже там был. И мы это обсуждали. Потому что, понимаете, в этой аварии у Гэри Уудса пострадала гортань. А он уже был проповедником и певцом. Аминь. Сейчас он проповедует и поет. Но у него по-прежнему нет гортани. Он увечный. Я читал его книгу. Я слышал, как Билибрим о нем рассказывала. И я раньше несколько раз с ним встречался. Но на этот раз у меня была возможность, так сказать, немного прижать его и поговорить с ним о некоторых вещах. Но меня очень, очень заинтересовала эта комната с частями. Вчера мы с вами уже такое видели. Когда они вошли в то помещение, там повсюду висели ноги, руки, уши, стопы. Огромное помещение. Он спросил, что это? Ему ответили, это комната с частями тела. «Когда люди на земле молятся и применяют имя Иисуса, сказал он, ангелы доставляют новые части. И мне грустно говорить, но в большинстве случаев, в большинстве случаев этим реквизитом пренебрегают из-за сомнения и неверия. Потому что если вы повернули выключатель веры в рабочее положение, не смейте говорить ничего другого. Никогда не делайте и не говорите ничего другого. И никакие чувства не играют роли, говорю вам. Мне все равно, что вам будут говорить другие. Мне все равно, что после этого произойдет. Не отступайте, слава Богу. Держитесь этого. Да, но что если я умру? Слава Богу. Я могу вам в этом помочь? Вы умрете. Вы должны были бы знать это с четырех лет. Это грядет. Аминь. В большинстве случаев это зависит от вас, потому что вы верой прибавляете себе долготу дней жизни. Аминь. Аминь. Уберите эти мысли о смерти из вашей головы. Я не хочу неожиданно оказаться в присутствии Божьем со словами «Боюсь, я умру». Нет, нет. Я хочу войти в ворота с возгласом «Слава Богу! Я сказал вам, что исцелен!» Аллилуйя. У одной женщины муж постоянно указывал ей на то, что она произносит плохое исповедание. Она повторяла «Говорю тебе, я больна!» Он сказал «Нет, ты не больна, ты исцелена!» Она отвечала «Нет, говорю тебе, я больна!» И он постоянно ей противоречил. В конечном итоге она получила откровение и изменила исповедание. Но однажды она рассердилась, рассердилась на него и сказала «На своем надгробном камне я напишу «Видишь, я же тебе говорила, что я больна!» «Не делайте историю, защищая свои чувства!» Давайте же, преодолейте это! Сейчас происходит масса таких вещей. Сатана сеет и проталкивает это. Проталкивает. К этому относится и политическая корректность. Речь идет о подчинении своим чувствам. Речь идет об обители. Обители. Скажите мне, разве это не сатана? В Писании сказано, Иисус сказал, что он приходит. Сеятель сеет слово. А сатана приходит для чего? И первое, что Иисус назвал, что он делает? Он приходит, чтобы украсть слово. И самое первое в списке Иисуса, что он назвал, это обида. И он украдет у вас слово. Вы думаете, дьявол это не проталкивает? «Ты меня обидел». И что? «Ты обидел меня». Если ты обидишь меня еще раз, то я через минуту обижу тебя очень серьезно. у сатаны урожайный день. Церкви полны этого. Но только не здесь. Только не в этом доме. Вы слышите, что Иисус говорит вам? Вы слышите, что у Него в сердце? И что у Него на уме для вас сегодня утром? Те из вас, кто сейчас в нашей сети и онлайн, те из вас, кто смотрит по телевизору в любом месте мира, слава Богу. Те из вас, кто слушает диск, слава Богу. Вы видите, что у Иисуса на уме? Он говорит, «Вы и я одно целое. Вы семя Авраамова. Вы должны быть здоровыми. Вы должны быть исцеленными. И я здесь. Слава Богу! Берите это. Идите в шаломе. Идите в мире. Идите в целостности. Когда все на месте, ничего не сломано. Давайте же. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Целитель в этом доме. И его имя Иисус. Аллилуйя. Слава Богу. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Господь положил сегодня мне на сердце нечто особенное. Поэтому я хочу, чтобы вы пожали руку у нескольких человек и сказали, «Сегодня день моего чуда. Слава Богу! Я принимаю это. Я принимаю это. Я это беру. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. Прежде чем перейти сегодня утром к слоу, давайте откроем 102-й псалом. Я хочу, чтобы вы это поняли. Я не знаю, как еще сильнее вам это подать, но послушайте. Вы не больные, которые пытаются исцелиться. Вы исцелённые. Если вы знаете Иисуса как своего Господа и Спасителя, послушайте, вы семя Авраамова. Исцеление ваше. Оно принадлежит вам. Вы исцелённые. А вот дьявол пытается украсть ваше исцеление. Исцеление принадлежит вам. Оно принадлежит тем, кто искуплен. Тогда скажут, избавленные Господом. Размышляйте над этим. Уделяйте время тому, чтобы подумать над этим. Уделяйте время, чтобы поговорить об этом. Послушайте, у каждого должен быть друг в вере. Я женат на таком друге уже 54 года. Глория мой друг по вере. Она в любом случае мой самый лучший друг. Она мой друг по вере. И мы обсуждаем такие вещи. Мы снова и снова говорим об этом. Мы говорим обо всех темах. И мы прославляем Бога за обеденным столом. Мы сидим на крыльце и славим. И говорим «Слава Богу! Аллилуйя!» Это так важно. Говорить о том, что же вам принадлежит. И в 2004 году у меня произошло повреждение диска в спине. Диски разорвались. И разрыв произошел под таким давлением, что он как будто бы взорвался. Осколок этого диска вошел в нервный канал L4 и L5. Нет, L4. Он попал туда и давил на большой нерв внутри канала. Боже мой! Какая боль! Но прежде чем продолжить, я хочу дать свое свидетельство. Свидетельство. Послушайте. Я обошелся без операции. Понимаете? Никакой. Нет, нет. Слава Богу. И я исцелен. И моя спина восстанавливается. Это было в 2004 году. Эта боль опускалась в левую ногу. И была ужасной. Знаете, нервные боли, когда затрагиваются нервы, трудно даже себе представить. И я выходил на крыльцо. Я брал две грелки. Обворачивал ими ногу. Снимал пояс со своего халата. Привязывал этим поясом эти грелки к ноге. И затем включал их на самую высокую отметку. И одна волна боли сменялась более сильной. Я сидел там на этом крыльце. И знаете, я просто начинал славить Бога. Я хочу поблагодарить тебя. И я хочу прославить тебя. Слава Богу. Я прославлял Бога. Я хочу поблагодарить тебя. Я прославляю тебя. И я заметил, что чем громче я прославляю, тем меньше становится боль. Да. В Писании сказано, что хвала остановит и сделает безмолвным врага и мстителя. Понимаете, если с вами случается что-то подобное, говорю вам, сатана пытается активизироваться. Он и так действует всеми возможными путями против вас. И если вы начинаете говорить о боли, послушайте, он сядет вам на голову. Он сделает все, чтобы добиться любого малейшего сомнения или неверия из ваших уст. Потому что пока вы верите, сатана не может действовать. Но что он делает тотчас? Он начинает работать над вашими устами. Потому что сатана связан принципами, духовными принципами. Это принципы Царства Божьего. И все, что сатана может делать, это извращать их. Он не может поменять эти духовные законы. И ему приходится работать в этих пределах. Вот почему в той притче было сказано, что сеятель сеет слово. И сатана приходит сразу же, чтобы украсть посеянное слово. Потому что если вы сохраняете слово Божие, которое посеяно, и оно войдет в ваше сердце, и оно войдет в ваши уста, и вы начнете провозглашать его, вы начнете говорить и исполнять это слово, послушайте, это проявится. Слово проявится. Осуществится. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Это небесный процесс. Иисус сказал, слова, которые говорю о вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Я говорю только то, что отец говорит, и делаю только то, что вижу, что делает отец. Это процесс. Вы не можете это изменить. Вы можете только изменить слова. Итак, что он делает? Сатана сразу же появляется, чтобы привлечь ваше внимание к тому, что сказали вам врачи, к тому, что вы чувствуете физически по этому поводу. Если вы начинаете говорить то, что он пытается вам навязать, то есть любое другое, а не Марка 11, 24 и 25, если сатане это удается, тогда вы дали ему разрешение действовать. Он стремится именно к этому. И вот я там, сижу на крыльце. Знаете, я начал восклицать и прославлять Бога. Я благодарил Бога за деревья, за пролетающих птиц. Я благодарил Бога за траву на моем дворе. Я благодарил Бога за прекрасный дом, где я живу. Я просто благодарил Бога и прославлял его. Я просто благодарил и благодарил Бога. Я прославлял его и благодарил. И прославлял, и благодарил, и прославлял. И затем я немного остановился. Я думаю в это время «Слава Богу, да!» Я продолжаю думать «Слава Богу, да!» Но пока я думаю и не говорю, боль возвращается. Нет, 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 нет! И тогда я снова начинаю громко славить Бога. Аллилуйя! Таков установленный образец для проявления исцеления и чудес. Аллилуйя! Аминь! Так что это образ, который нужно принять прямо сейчас. Образ действия. Именно сейчас. Потому что здесь верить Богу этим утром на собрании очень легко. Это место заряжено уже несколько дней. Поэтому здесь это сделать довольно легко. Но могу сказать вам, что по словам Иисуса дьявол приходит, чтобы украсть Слово. Я прямо скажу вам, оденьте свою бойцовую форму. И скажу вам, это не сложная борьба, не сложное сражение веры, если вы позволяете Слову Божьему выполнять работу. И у дьявола против этого нет защиты. В Библии это всегда называется мечом Духа. Аминь! Так что примените к дьяволу этот меч Духа. Возьмите сегодня Слово Божье. То местописание, на котором вы стоите. Потому что мы просмотрим несколько таких мест. И отметьте себе их. Держите их перед своими глазами. И вкладывайте их в свои устаюши. Аминь! Каждый день! Каждый день! Каждый день! Сегодня утром ваше исцеление проявляет себя. Не обращайте ни на что внимания. Продолжайте повторять эти писания. Пусть они будут у вас на устах каждый день. Каждый день. День за днем. Сколько из вас знает Доди Остин? Маму Джоэла Остина. Доди в буквальном смысле умирала от рака печени. Когда они с Джоном позвонили нам с Глорией, и мы согласились с ними и встали с ними на Слово Божье, говоря по телефону, ей оставалось несколько дней до ухода к Господу. И доктор сказал, все кончено. Все кончено. Нет никакой надежды. И Доди рассказывала, что взяла все свои места писания об исцелении. Она перечитывала все эти места писания. Некоторые из них мы прочитаем. Фактически, вы можете достать ее книгу с ее свидетельством. И там в конце есть весь список мест писания, которые она применяла. Слава Богу. Каждый день, вставая с постели, она громко читала вслух эти места писания. Каждый вечер, когда она ложилась, она громко читала эти места писания. Она сказала, что иногда ей было так плохо, что она едва могла подумать о том, чтобы это произносить, но она все равно это делала. А она ничему не позволила мешать ей читать эти места писания и говорить их и активно принять решение верить им. Не может быть никакой речи о том «Да, но…» «Да, но я болен». Нет, нет. «Да, но…» Нет, 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 нет. Послушайте, я верю этому слову. Я выбираю верить, что ранами его я исцелился. Его ранами я исцелен. Его ранами я всегда буду исцеленным. И неважно, как мерзко вы себя чувствуете. И Доди Остин продолжала и продолжала, продолжала и продолжала провозглашать с верой Слово Божье. И послушайте, рак поднялся и ушел из ее тела. «В аду нет настолько сильного беса, который смог бы устоять под таким давлением. Единственное, что он может, это попытаться заставить вас бросить это делать. А вы давите на него, окажите давление на него. Скажите, слушай это, рак, и всыпьте ему, задайте ему». Но Доди говорила Глории лично мне, что уже через много лет она все равно продолжает перечитывать эти места Писания день за днем, каждый день, потому что она сказала, «Если я прекращу, я умру». Я верю, что это так. Глория, и, вероятно, вы это делаете. Думаю, она лет на пять старше меня. Да, Биби? В десять, в два и в четыре. Она это делала каждый день и до сих пор делает. И она остается в отличной форме. Отличное здоровье. Она, по крайней мере, на пять лет старше меня, а мне скоро восемьдесят один год. Так что посчитайте. И предполагалось, что Доди Остин умрет в семьдесят. Возможно, ей было тогда за шестьдесят или за пятьдесят что-то около этого. Когда это было? Около тридцати четырех лет тому назад. Спасибо, Джеймс. Около тридцати четырех лет тому назад. И Доди Остин до сих пор читает эти места Писания об исцелении каждый день. Каждый день. Каждый день. Это плохая новость для дьявола. Особенно теперь, когда вы услышали об этом свидетельстве и узнали об этом. Аминь. Хорошо. Сто второй псалом. Сколько из вас работает в какой-нибудь компании и у вас есть привилегии? Ряд людей здесь имеет привилегии. Но у вас есть еще большие привилегии или благо, чем те, которые у вас есть на работе. Благослови, душа моя Господа. Вы должны узнать это прямо сейчас. 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 Что там происходит? Он говорит своей душе. Своей собственной душе. Вы есть дух. У вас есть душа, и вы живете в физическом теле. И ваша душа состоит из вашего разума, воли и эмоций. очень важно обращаться к своей душе и контролировать свои эмоции. И делаете вы это на основании обетований Божьих. Потому что именно эмоциональная часть обижается, оскорбляется и так далее. И позвольте, я скажу здесь так. Давайте я попробую выразить это таким образом. Вы это знаете так же хорошо, как и я. Когда у вас излишний вес, в вашем теле происходят физические вещи, которые не должны происходить. я пытался сбросить вес. Я знаю. Кто-то однажды спросил меня, какой вес вы потеряли? Я сказал, я не знаю, 8 или 10 килограммов, что-то около этого. Фактически это было 10 килограммов. Я весил на 25 килограммов больше нормы, поэтому я поднимаю этот вопрос. Если сатана сможет создать прецедент, что вы обидитесь, если кто-то будет говорить о вашем весе? Ваши эмоции выйдут из-под контроля, потому что Бог не может поправить вас, пока вы в таком обиженном состоянии. Вы никого не будете слушать. Вы просто никого не будете слушать, потому что они склонны называть вас толстыми. Понимаете? И я хочу вам в этом помочь. Могу я вам в этом помочь? Послушайте внимательно. вы толстые. Просто перестаньте думать об этом. Преодолейте это, хорошо? Закройте уши. Аминь. Между мной и вами из-за этого не возникнет никаких проблем. Мне все равно, как вы увеличиваетесь в размере. Я люблю вас. Понимаете? Слава Богу. Но вы не в лучшей своей форме. А нам сейчас нужно быть в своей лучшей форме. Слава Богу. Аминь. Мы солдаты в армии Господа. Идет духовная война. Все это имеет влияние и на душевную сферу. Если ваша душа слабая, а она такая, если вы не питаетесь Словом Божьим постоянно и не провозглашаете его. Понимаете? Послушайте. Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя святое имя Его. Я беру контроль над своей душой. Душа, ты будешь выполнять свою работу, ты будешь выполнять свою обязанность и часть твоей работы обязанности это иметь сильную волю. О, брат Коплант, я думал, что это неправильно иметь сильную волю. Правильно. Неправильно иметь сильную волю по своей воле и делать только то, что вы желаете, выполнять только свою волю и забывать о воле Божьей. Но когда вы становитесь сильными в Господе и принимаете Божью волю как свою, слава Богу, понимаете, мы сотворены так, чтобы у нас были твердыни. Но послушайте, твердыни относительно правильных вещей. Когда мы в своем который идет вразрез со Словом Божьим, тогда такую твердыню нужно не спровергать и разрушать. Но сильная душа, большая сила воли. И сейчас я хочу, чтобы вы вспомнили о Фоме. Помните, там в Евангелии написано, что он сказал, если не увижу и не потрогаю, не поверю. Понимаете? А теперь сравните это с тем, что сказал Иисус. Сравните это. Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Видите? Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Видите? Если вы ставите Слово Божье на первое место. Если прибудете в Слове Моем, сказал Иисус, то вы истинно Мои ученики. Тогда вы начнете сообразовываться со Мной, согласовываться с Моим образом жизни, с Моими словами, мудростью и всем остальным. Об этом сказал Иисус. Вот что означает Слово ученик. И дальше. Чего не пожелаете, просите, и будет вам. Почему? Потому что ваша воля подчинилась. Божья воля стала вашей волей. Божья воля стала вашей твердыней. Аллилуйя. Не воля вашей плоти. Как прийти к такому состоянию? Обращаясь к своей душе и разговаривая с ней. Обращайтесь к ней. Благослови душа моя Господа. Все, что есть во мне. Благослови его святое имя. Благослови душа моя Господа. И не забывай всех благодеяний Это хорошо. Но вы осознаете, что он в этом псалме обращается к своей памяти. Не забывай. Не торопите. Не забывай. Скажите, не забывай душа. Не забывай разум. Не забывай мозг. не забывай. Не забывай память. Будь исцелена. Не забывай целитель в этом доме. Его имя Иисус. Аллилуйя. Слава тебе Господь. Спасибо тебе Господь. Аллилуйя. Давайте сосредоточим свое внимание на 102 псалме. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний его. У нас есть благодеяние. У нас есть божественные привилегии благодеяния. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою. Аллилуйя. Слава Богу. Да будет Богу хвала. Господь хотел, чтобы я сделал еще шаг и помог вам с этим. У человека моего возраста, находящегося в хорошей физической форме, жир в теле должен занимать 18% или меньше. Иногда этот показатель падает слишком сильно, особенно в моем возрасте, и тогда это заходит слишком далеко. Он должен колебаться между 12-15%, до 18%. Поэтому узнайте, какой процент жира должен быть в вашем теле, и затем применяйте свою веру. Понимаете? И вы стоите и смотрите на себя в зеркало с такой хорошей внешностью. Никогда не подходите к зеркалу со словами «Таких толстых, как я, вообще нельзя пускать на люди». Сказав это, вы готовите себе 9 самых больших обедов в своей жизни. Понимаете, вам придется поменять слова ваших уст и задействовать свою веру. Затем вы будете получать водительство Господа относительно того, что вам читать, как это все совершить, какие книги вам следует прочитать, какая помощь вам нужна и так далее. Поэтому стойте там и говорите «Во имя Господа Иисуса Христа из Назарета «Весь жир в этом теле свыше 9 килограмм. Убирайся, ввергнись в море во имя Иисуса». Вес вашего тела может колебаться то вверх, то вниз. Вы имеете дело с жиром. Смотрите в корень, в корень этого вопроса. Вы имеете дело с жиром. Именно это происходит, когда вы имеете дело с душевными вопросами. Вы занимаетесь корнем этого вопроса. Послушайте, Иисус проговорил к той смоковнице и она засохла от корня, как сказано в одном из переводов. От корня. Аминь. Итак, что вы делаете? Вы переходите к книге Иакова. «С великой радостью принимайте братья мои, когда впадаете в различные искушения». Почему? Потому что Он предлагает вам мудрость Божью относительно того, что с этим делать. Он сказал, «Если же у кого из вас, то есть у любого человека, если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков. То есть не цепляется к каким-либо недостаткам, не находит никаких недостатков. Бог не будет вспоминать вам какой-то ваш проступок и не откажется дать вам свою мудрость из-за ваших проступков. Тогда как вы вообще сможете получить мудрость, чтобы избавиться от этого? Избавиться от этого порока? Тогда получилось бы, что Бог работает против самого себя. Помните, что вы должны быть исцелены, правильно? У вас не должны быть все эти проблемы в теле. Вы должны процветать в своем теле так же, как и в своем духе и своей душе. Аминь. Вы должны процветать в своих мыслях. Вы возможно... Да нет, нет никаких возможно. Вы обязаны, потому что смерть и жизнь во власти языка. Вы это не обойдете. Вы скажете, не знаю, что случилось. Я знаю. Ваша жизнь является продуктом того, что вы сказали вчера. Получите мудрость Божью, прежде, чем выпаливать своими устами всякую всячину, произнося неправильные исповедания. Вложите Слово Божье в свои уста. Пусть Слово Божье будет в ваших устах. Ищите в Слове Божьем, пока не найдете обетование или несколько обетований, которые относятся к вашей ситуации. Ухватитесь за них. Пусть ваше сердце будет переполнено этим словом, и ваши уста будут переполнены этим словом. Я покажу вам это здесь, в 102 Салме. А потом мы прочитаем еще несколько писаний, и потом будем двигаться в исцеление. Он избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя. Скажите, я увенчан милостью, говорите это, милостью и щедротами. Это может звучать немного туманно, потому что это слова завета, и их трудно переводить. Но еврейское слово хесет означает посвященность завету, честность, моя посвященность завету, милость и щедроты. Однажды один человек описал мне это так, и это по-настоящему мне помогло. Он сказал, что Бог пожелал. Пожелал. Именно это означает слово агапе. Это не акт каких-то чувств, это решение. Я желаю любить тебя. Агапе, Божий вид любви. Это не имеет ничего общего с тем, что вы вкладываете или можете вкладывать в это слово. Я люблю тебя. Аминь. Послушайте, Бог сказал, что это хесед, по завету. Например, маленький человек заключает завет или договор с по-настоящему с по-настоящему сильным человеком. И тогда по завету он неожиданно становится таким же большим и сильным, как этот большой человек. Потому что если вы причините какой-то вред этому маленькому человеку, с вами уже будет разбираться большой человек. Вот это хесед. Милость. Эта милость говорит, мне все равно, что ты сделал, дорогой, но я выполню за тебя твою роль, если ты мне просто поверишь. И этот человек мне сказал. Брат Копонт, я знаю, как это можно описать еще лучше. Он сказал, я провел много времени в Африке и особенно в тех местах, где есть стада слонов. И он сказал, если вы видите огромную маму-слониху и рядом ее детеныш, маленький слоненок, и вот вы делаете к ней три шага, послушайте, ее уши начинают вот так двигаться. Вы точно готовите себе хесед. Вы готовитесь получить результат ее милости к своему детенышу. Она раздавит вас, как жука. он сказал, что вот это хороший образ хеседа. Послушайте, Бог венчает нас своей милостью по завету. Вот что говорит этот стих. Давайте обратим внимание на следующий стих. Прежде чем мы начнем его читать, слово корневое слово вещь. Вот что означает это слово. Оно означает вещь, слово. Само это слово, вы врите, это вещь, потому что все вещи вышли из его слова, были сотворены его словом. Понимаете? Понимаете? Именно по этой причине вы должны говорить слова. Как сказано в одном из переводов, вера это сущность всех вещей. Дальше, 102 псалом. Насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Аллилуйя. Ну, знаете, брат Копланд, я столько раз ошибался. Послушайте, мы только что об этом читали. Милость по завету, это то, что вы не заслужили, это одна из ваших привилегий, благодеяний. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Да, ну, знаете. Хорошо, это не отпускает. Давайте разберем это до конца. Поскольку теперь вы знаете об этом слове на иврите хэсет. Давайте обратимся к книге Исаия 54 главе. Вначале мы прочитаем 53 главу, а потом перейдем к 54. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавшей болезни. «И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом». Это новый перевод. В другом переводе сказано «мучение и печаль». «Мучение и печаль». Послушайте, это неплохой перевод, потому что это имеет к этому отношение, но это не точный перевод. Если вам нужно, тогда Дух Святой переведет вам это в Евангелие от Матфея 8, 17. Там сказано «Да сбудется реченное через пророка Исаию», который говорит «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Дух Святой, так это переводит в Новом Завете, это хороший авторитет, правда? А теперь послушайте это в переводе Янга. Третий стих. «Его презирают, и он покинут людьми. Муж более знакомый с болезнями и прячущий свое лицо от нас, он был презрен, и мы не ценили его». И конечно, я люблю это слово, это гарантированная вещь, и конечно, он взял на себя наши болезни, наши боли, он понес их, а мы считали его изъязвленным, наказанным Богом и пораженным. я уже говорил вам об этом слове «конечно». Все это он сделал для нас. Послушайте, его пронзили ради наших прегрешений. Он был избит за наши слабости. Наказание нашего мира было на нем и благодаря его ранам для нас есть исцеление. Да будет слава Богу. Аминь. Десятый стих. Посмотрим в синодальном переводе. 53-10. Но Господу угодно было поразить его. И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство. Он смотрит на тебя, дорогая. Он смотрел на тебя, когда он это делал, когда он висел на кресте. Долговечное, потомство долговечное. Это давало гарантию, что он воскреснет из мертвых. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Послушайте, как это звучит в еще одном переводе. Десятый стих. Яхве было угодно поразить его. Он сделал его больным. А когда его душа принесет жертву за грех, он увидит семя. Он продлил его дни, и воля Яхве в его руках будет процветать. Он сделал его больным, чтобы вам не нужно быть больными. Аминь. Хорошо. Теперь перейдем к 54 главе. И тут пророк Исаия пророчествует относительно креста, смерти, погребения и воскресения Иисуса. В 54 главе он обращается к телу Христова. Помните, что одними из наших привилегий, или его благодеяний является милость и щедроты. Хесед. Мы увенчаны этим, правильно? Мы читали об этом в 102 псалме. А вот теперь обратите внимание, в Исаии 54 8 сказано, «В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время». Когда это было? Три дня и три ночи. Это три дня и три ночи, которые Иисус провел в недрах земли. В аду. «В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время». Прочитайте это вслух. «В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время». Теперь поймите следующее. «Но вечную милостью» вот это слово «хесед» обетование по завету Аллилуйя «Но вечной милостью хеседом помилую тебя» говорит Искупитель твой Господь Искупитель «О да, брат Коплант я совершил ошибку я». И что с того? Решите это, уладьте это, покайтесь, исповедуйте это перед Господом и у вас не займет весь день и всю ночь, чтобы вы почувствовали себя немножко лучше относительно этого. нет. Применяйте свою веру в этом вопросе. Сказано, «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это библейский факт, библейское основание. На этом факте вы можете повесить свою веру. «Брат и сестра, и мне все равно, насколько виноватыми вы себя чувствуете. Плюньте в лицо этому симптому вины, потому что вы были очищены кровью Иисуса. Слава Богу! Потому что Бог верен и праведен». А что говорят об этом ваши чувства вообще не имеют никакого значения. Значение имеет то, что говорит ваша вера, потому что у вас по завету есть хесет, милость. Послушайте, мы с вами этот маленький слоненок, который сдал крик, и вот появилась большая мама слониха. Аллилуйя! Сейчас я вам тут хочу кое-что прочитать. Я прочитаю вам то, о чем немногие из вас знают, но благодарение Богу весь мир узнает приблизительно через три минуты. Это просто порвет в клочья и разрушит некоторые религиозные представления, вырвет религиозные сырники, удалит всякий мусор. Мы просто собьем эту старую религиозную корову прямо на колени. и мы свалим ее с ног прямо сейчас. Я чувствую, похоже, что Господь, я чувствую, что здесь что-то не так. Знаете, я не думаю, что я могу получить свое исцеление. Вдохните и закройте рот. Послушайте, что я вам скажу из Слова Божьего. «Говорит Искупитель твой Господь» 9 стих «Ибо это для меня как воды Ноя, как я поклялся» Вот этот Хесет по Завету. «Ибо это для меня как воды Ноя». Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Посмотрите на меня. Бог больше не гневается. Гнев Божий не относится к нам, его детям. Нам принадлежит благодать Божья. Мы исцелены. Мы здоровы. Не имеет значения, что вы сделали вчера. Ваше исцеление сегодня здесь, где известна воля Божья. вы должны быть уверены, какова воля Божья относительно определенных вещей, что бы это ни было. Потому что сама природа вера Позвольте мне тут немного добавить. Вера это духовная сила. Она исходит из возрожденного человеческого духа. Сила Божья остается в бездействии, пока она не востребована. Исцеляющая сила Бога, чудотворная сила Бога и прощающая сила Бога. Это одна и та же сила. Вот почему так важно следить за тем, чтобы не было никакого непрощения. И вам не обязательно лучше чувствовать себя в отношении этого. Чувства тут ни при чем. Вам просто нужно быть послушным. Чувство изменится. Это просто симптомы. Послушайте прощение это решение и акт послушания. Я прощаю их, потому что являюсь солдатом армии Господа. Мне приказано так сделать и сегодня это выполняется мной. Сегодня все прощены и конец. Сегодня они прощены. Я не держу этого в своем сердце. духовная сила веры, обитающая в возрожденном человеческом духе, будучи высвобождена, связывается с исцеляющей силой Духа Святого. И тогда исцеляющая сила течет. Но эта духовная сила не движется. Сила веры, находящаяся в вашем духе, не движется без твердого решения и действия. Она высвобождается через уста и через соответствующее действие. Я немного забегаю вперед. Или же нет, нет, я догоняю здесь Бога. Вот что я делаю. Аминь. Давайте сейчас процитируем Марка 11, 24. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Будет вам, будет. Бог дал свое слово. Понимаете? будет. будет вам. Да. Вера твоя спасла тебя. Аминь. По вере вашей дано будет. Видите, вы должны сыграть свою роль. Та женщина с кровотечением, она прикоснулась к краю его одежды. Что сделала ее вера? Ее вера активизировала исцеляющую силу Бога, находящуюся в Иисусе. Послушайте, вы не больной, пытающийся исцелиться. вы исцеленный. Если вы знаете Иисуса как своего Господа и Спасителя, вы семя Авраамова, и исцеление принадлежит вам. Вы исцеленный. А вот дьявол пытается украсть у вас ваше исцеление, вашу жизнь. Исцеление принадлежит вам. Принадлежит вам. Обратите внимание в книге пророка Исаии 54 глава начиная с 8 стиха «В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время». Когда это было? Три дня и три ночи. Это три дня и три ночи, которые Иисус провел в недре земли, в аду. «В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время». Прочтите это вслух. «В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время». Теперь поймите следующее. «Но вечную милостью» хесед хесед это обетование по завету. Аллилуйя. «Но вечным хеседом помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь». Искупитель 9 стих. «Ибо это для меня как воды ноя, как я поклялся» помните «Посмотрите на меня». «Бог больше не гневается». Гнев Божий не относится к нам. Аллилуйя. Нам принадлежит благодать Божья. Мы исцелены. Мы здоровы. Не имея значения, что вы сделали вчера. Ваше исцеление здесь, сегодня. Аллилуйя. Поднимитесь и возьмите его. Поднимитесь и возьмите его. Овладейте им. Поднимитесь и возьмите свое чудо. Слава Богу. Слава Богу. Глория, подойди пожалуйста, помоги мне. Аллилуйя. Аллилуйя. Во имя Господа Иисуса Христа я беру власть. Мы с Глорией команды. Мы сейчас как исцеляющая команда. Я беру власть над каждой немощью, каждой болезнью, каждым духом боли. над всем, всем, что находится под проклятием закона. Над каждой немощью, над каждым бедствием, над каждой печалью. Во имя Господа Иисуса Христа. Я беру власть над всеми духовными демоническими начальствами, всеми властями, всеми мироправителями тьмы века сего. Спасибо, Господь. Вы нами не правите. Я связываю вас и изгоняю вас. Да. Спасибо, Господь. Слава Богу. Я провозглашаю исцеление. Я провозглашаю чудеса. Да. Мы взяли власть, а вы теперь берите исцеление. Аллилуйя. Иисус сам, подумайте сейчас об этом еще раз, Иисус сам взял на себя ваши слабости, ваши немощи и ваши болезни. Это написано здесь черным по белому. Кровью Иисуса записано, что вы исцелены. Аминь. Нам остается только принять это. Спасибо тебе, Господь. Я беру свое исцеление. Я беру свое исцеление. Я беру свое избавление во имя Иисуса. Бог установил вечный закон. Да. И этот закон должен быть выполнен. Справедливость это называется. Да. Справедливость. Он справедливый Бог. И закон должен быть выполнен. Но он не сказал, что человек, нарушивший закон, должен понести за это наказание. Ведь он тогда сказал, нет, 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 не убивайте человека, убейте животное. Я приму кровь животного. Ну, я знаю, что Иисус принял удары этой плетью за меня, но я просто чувствую, что я должен что-то сделать. Знаете, давным-давно мы, когда жили в Талсе, и я еще учился в университете Орел Робертса, я начал вам рассказывать, но потом отвлекся, но я все-таки сказал вам, что Глория вышла за меня и за мои долговые обязательства. У меня в одном банке было долгов на 3000 долларов, и этот долг был там еще задолго до нашей свадьбы. Я немножко выплачивал, потом что-то происходило опять, понимаете, и дошло до того, что это уже не был счет в банке. Все эти долговые уведомления лежали в ящике письменном стола у президента банка. Я позвонил ему, сказал, мистер Маккендлесс, сейчас уже все изменилось. Я принял Иисуса своим Господом и Спасителем. Я студент университета Урала Робертса, и я вхожу в служение Богу. Я хочу, чтобы вы знали, сэр, что я принял твердое решение перед Богом и принимаю твердое решение и посвящение перед вами, во имя Господа Иисуса Христа из Назарета, что как только деньги попадут мне в руки, я выплачу мои долги. И он засмеялся и сказал, Кеннет, кто-то пришел и выплатил твои долги. Конечно, моим первым вопросом было, кто? Кто же это сделал? Президент банка сказал, я поклялся держать в тайне, кто это сделал, но должен сказать вам, чтобы вы отдали заслугу Иисусу, потому что именно он распорядился, чтобы тот человек выплатил ваши долги. Вот это да. Думаете, я пошел домой и сказал, Глуре, знаешь, кто-то выплатил те три тысячи, но я все же чувствую, что я должен эти деньги. Я чувствую, что мне вероятно нужно найти, кто это сделал и вернуть тому человеку эти деньги. Послушайте, мне такая мысль даже в голову не пришла. Уверяю вас, уверяю, такое не случится. Подумайте об этом. Мой долг выплатили, он был выплачен, будто я его выплатил. Долг выплачен, будто я заработал деньги, положил их в банк и сам покрыл этот долг. Но послушайте, тот долг просто выплатили. Полностью выплатили. А через 11 месяцев мы были полностью свободны от всех долгов и с тех пор никогда в нашей жизни не было долгов. Слава Богу. Это было уже много-много лет назад. И понимаете, это работа благодати Божьей. До благодати мы не могли этого сделать. После благодати мы по-прежнему этого не делали. Это делала благодать. Говорю вам, сейчас по всему залу происходит исцеление. Берите исцеление. Берите его в свое сердце. Направьте на него свой разум. Сфокусируйтесь на это. Слава Богу. Исцеление в этом зале. Целитель здесь. Я исцелена твоими Исцеление в этом зале. Целитель здесь. Слава Богу. Исцеление в этом зале. Целитель здесь. Все немощи, все болезни находятся под проклятием. Я искуплена от проклятия. Скажите, я искуплен от проклятия. Слава Богу. Аллилуйя. Слава слава богу слава богу слава богу слава богу давайте прославляйте бога начните прославлять его начните прославлять его прославлять его прославлять его спасибо тебе господь слава богу галатам 3 глава 13 стих христос искупил нас от клятвы закона сделавшись за нас клятву ибо написано проклят всяк висящий на древе 28 главе второзакония сказано если же не будешь слушать глаза господа бога твоего и не будешь стараться исполнять и заповеди его и постановление его которое я заповедую тебе сегодня то придут на тебя все проклятия сии и постигнуть тебя видите проклятие существует в этом мире оно пришло когда адам совершил то что совершил когда адам согрешил проклятие существует если вы отходите от новозаветного закона любви проклятие ожидает вас поэтому вернитесь к закону любви божьей покайтесь исповедуйте это перед богом вернитесь назад оставайтесь в нем в 22 стихе сказано поразить тебя господь чахлостью горячкой лихорадку воспалением засухой палящим ветром и и ржавчиною и иными словами желтухой проблемами с печенью есть еще и другие названия относящиеся к этому палящий ветер это сильный жар вызванный стрептококом энцефалитом мы искуплены от этого слава богу продолжайте список поразить тебе господь проказы египетской боже мой никто не хочет этой болезни но об этом уже позаботились почечуем коростою и чесоткою от которых ты невозможешь исцелиться поразить тебя господь сумасшествием слепотою и оцепенением сердца видите все это под проклятием иисус взял все это на себя одновременно восхликните восхликните мне в ответ я искуплен он не гневается на меня он любит меня он мой целитель Он мой Целитель. Я получаю это сейчас. Я имею это сейчас. Я говорю это. Потому что я верю в это. Ранами Его. Я был. И есть. Исцелен. Сейчас. Я беру это сейчас. Это мое сейчас. Это мое сейчас. Я никогда не поверю чему-то другому. Пока я живу на этой земле. Это принадлежит мне. Я имею это. Согласно Слову Божьему. Аминь. Аллилуйя. Да будет так. Да будет так. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.